Полные трибуны болельщиков собрались в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Все они пришли поддержать сильнейшие команды Подзембургас и Упалыча, которые готовы расставить все точки над «и» и определить победителя в финальном матче мини-футбольного сезона 2022-2023 Мирострой Суперлиги Федерации футбола городского округа Щелково. К финалу соперники подошли с разницей в три очка. Подзембургас вышел в оптимальном составе, где играют настоящие звезды, чемпионы России, обладатели межконтинентального кубка по мини-футболу Павел Сучилин и Александр Фукин. С первых минут Палычи показали сопернику серьезный настрой и забили первый гол. Футболисты владели игровой инициативой и демонстрировали свое преимущество в игре над неизменным чемпионом. На 16-й минуте Подзембургасу удалось сравнять счет. Игра становилась напряженней с каждой минутой. Команды поочередно забивали друг друга несколько мячей. В манеже царила атмосфера большого спортивного состязания. На перерыв команды ушли со счетом 3-2 в пользу команды Подзембургас. Во втором тайме игроки продолжили демонстрировать равную игру, держа интригу до последней минуты. Команда у Палыча боролась до самого конца. Однако им чуть-чуть не повезло. Возможно, незащитный гол не дал им возможности стать новым чемпионом сезона. Несмотря на счет 4-4, Подзембургас добился желаемого результата, вновь став победителем сезона. От побед никогда не насыщаешься. И, конечно, с каждым годом все сложнее и сложнее становится защищать титул. У нас это получается. Поэтому очень радостные эмоции, приятные, замечательные. Что все-таки мы удерживаем первую позицию Щелковского района именно на меню футболе. Я думаю, зрителям понравилось. А нам что, мы бились за чемпионство. Мы его выиграли. Мы довольны. По качеству игры, конечно, есть к чему стремиться. Но это хороший футбол сегодня был. Боевой. Торжественная церемония награждения состоялась по окончании матча. Лучшими по итогам сезона стали вратарь Виталий Карасев, тренер команды Подзембургас Аркадий Сатурян, ассистент Георгий Потехин, а лучшим игроком стал Рамиль Незамединов. Матч подарил много эмоций как игрокам, так и зрителям. Финал чемпионата запомнится болельщикам не только интересной, захватывающей игрой, но и отличной организацией, музыкальным сопровождением, комментированием матча. Мы в каждом сезоне ждем все больше зрителей, все больше стараемся сделать для них интересную культурную программу. Вот у нас барабанщик выступает. Уже на следующей неделе у нас начинается летний чемпионат на стадионе в Образцово. И мы ждем там всех гостей. Это будет местом притяжения для всех любителей активного образа жизни. Каждый выходной всех любителей футбола ждут интересные игры в Образцово. Присоединяйтесь и болейте за своего фаворита. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.